Уважаемые коллеги, прежде всего хочу отметить, что нынешний визит Сергея Викторовича Лаврова в Минск, впрочем, как и все наши двусторонние встречи, прошел весьма конструктивно и был очень насыщен. Только что состоялась встреча с президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко, состоялась обстоятельно интересная беседа, которая еще раз подтвердила прочный и незыблемый характер наших отношений. Вчера и сегодня мы провели переговоры в узком и расширенном составах, обстоятельно обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, сверили часы по различным направлениям нашего взаимодействия на международной арене. Можно сказать, что поездка дня наших переговоров включала четыре основных блока. Прежде всего, мы обсудили вопросы двустороннего партнерства, взаимодействия в рамках союзного государства и Евразийского экономического союза. Особое внимание мы уделили вопросу выполнения нашей программы согласованных действий, определили хронологию наших контактов на различных уровнях в этом году, на текущий год, и подтвердили приверженность выполнению в полном объеме всех важных комплексных документов для дальнейшего укрепления внешнеполитического сотрудничества. Мы договорились о том, что в конце этого года пройдет совместная коллегия МИД, на которой договорились о повестке дня этой коллегии. По всем вопросам было абсолютно полное совпадение взглядов. Второй блок вопросов касался нашего сотрудничества в рамках ООН. Мы рассмотрели ряд аспектов координации нашей работы в организациях системы ООН, включая совместное продвижение внешнеполитических инициатив на различных международных площадках. Хочу отметить, что развивая сотрудничество по самому широкому кругу вопроса международной повестки дня, Беларусь и Россия тем самым вносят вклад в решение международным сообществом актуальных проблем. К числу, например, можно отнести проблематику противодействия торговли людьми и предупреждения незаконного оборота органов человека. При рассмотрении вопроса взаимодействия Беларуси и России в рамках международных региональных организаций мы особое внимание уделили дальнейшим совместным усилиям по превращению ОБСЕ в полноценную международную организацию, которая на деле способствовала бы развитию сотрудничества и укреплению безопасности на евроатлантическом пространстве. Мы также обменялись мнениями по тематике восточного партнерства, по его дальнейшей эволюции. Здесь у нас полное совпадение взглядов. Мы считаем, что развитие этой инициативы не должно привести к возникновению и созданию новых разделительных линий в Европе и ни в коей мере не должно привести к тому, чтобы Россия оказалась каким-то образом изолированной от развития этой инициативы. Еще один важнейший блок вопросов был посвящен различным аспектам международной безопасности, нераспространению и контроле над вооружениями. Наши действия на этом направлении абсолютно скоординированы и очень эффективны. Вот вкратце та тематика, которая обсуждалась вчера и сегодня на наших переговорах в узком и расширенном составах. Я с удовлетворением хочу отметить, что практически по всем обсуждаемым темам мы достигли конкретных договоренностей, как это и должно быть у настоящих партнеров и союзников. Спасибо. Спасибо, уважаемые дамы и господа. Мы провели очень полезные переговоры с Владимиром Владимировичем Макеем в узком и расширенном составах. Только что мы были приняты президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, которому доложили о проделанной нами работе. Отношения между нашими странами особенные. Они исходят из многовековых уз дружбы, союзничества, общих духовных, культурных, цивилизационных корней. И тон этим отношениям задают регулярные встречи и доверительный диалог на уровне наших президентов. И сегодня мы рассмотрели те задачи, которые перед нами стоят по выполнению этих договоренностей, прежде всего в том, что касается реализации программы согласованных действий в области внешней политики. Приоритетное внимание мы уделили внешнеполитическому сопровождению процессов евразийской интеграции с учетом подписанного 29 мая договора о создании Евразийского экономического союза рассмотрели те шаги, которые необходимо предпринять по обеспечению его своевременного вступления в силу. Уделили особое внимание вопросам согласованных с координарных действий в международных организациях, прежде всего в Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в том, что касается отношений с Советом Европы, и рассмотрели положение дел в отношениях между нашими странами и Евросоюзом, и Североатлантическим альянсом. Безусловно, мы уделили внимание положению на Украине. Братский украинский народ переживает трагический период. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее прекратить кровопролитие, начать взаимоуважительный общенациональный диалог с участием и учетом интересов всех регионов страны, как это предусмотрено в Женевском заявлении от 17 апреля и в разработанной на основе этого заявления дорожной карте швейцарского председательства ОБСЕ. В свете последних событий, включая отвратительные нападения на российское посольство, особого внимания со стороны международного сообщества, тех, кто напрямую влияет на киевские власти, требует задачи обуздания ультрарадикалов, экстремистов и неонацистов. Рассчитываем, что разум возобладает, и все, кто может влиять на ситуацию, будут работать не на обострение обстановки, а на ее перевод в политическое русло. И повторю, немедленное прекращение военной операции и установление устойчивого прекращения огня. Россия и Беларусь исходят из нашей принципиальной позиции о неприемлемости и контрпродуктивности политики односторонних санкций на мировой арене. Мы будем продолжать выступать в различных международных структурах против этой порочной практики. Мы также договорились о проведении очередного заседания коллегий двух наших министерств, которые состоятся осенью в гостеприимном Минске, согласовали повестку дня этого заседания. Я искренне признателен Владимиру Владимировичу Макею и всем нашим белорусским коллегам за традиционное гостеприимство и прекрасную организацию нашей работы. Спасибо. Второй вопрос по поводу нападения на российское посольство в Киеве будет, если с этим повышаться безопасность российских непредставительных украинцев. Если позвольте заключить на вопрос, мы вчера комментировали выступление вашего украинского коллеги-вещицы довольно нетрадиционного. Вопрос, как будет строиться работа с ним, если украинский не предстаетесь? Что касается заявлений представителей киевских властей о намерении полностью закрыть границу с Россией, я не совсем понимаю, что имеется в виду и о чем идет речь. Если они вознамерились перекрыть вообще любые каналы для свободного передвижения наших граждан, включая трудовых мигрантов, то мы хотели бы понимать конкретно, что имеется в виду сделать. Но, как вы сами упомянули, они заявляют об одностороннем закрытии границ, поэтому нам здесь трудно комментировать. Надо понять, что конкретно имеется в виду. Вопрос о нападении на посольство. Мы, безусловно, будем предпринимать дополнительные меры безопасности, но хочу подчеркнуть то, что мы уже сообщили в нашей ноте в Украинское министерстве иностранных дел, что по Венским конвенциям о дипломатических сношениях, главную ответственность за обеспечение безопасности дипломатических миссий несет страна пребывания. И тот беспредел, который был устроен на глазах у полиции, более того, в присутствии министра внутренних дел, который вместо того, чтобы отдать приказ использовать полицейских, милиционеров для пресечения вандализма в отношении нашего посольства, комментировал ситуацию в том плане, что, мол, вот, конечно, это нехорошо, но народ возмущен. Это, по-моему, уже не министр внутренних дел, а человек, который потакает беспорядком и проявлением откровенного экстремизма, да еще и с нацистской символикой. Так что мы будем принимать свои меры, но исходим из того, что все мировое сообщество, так называемое, должно потребовать от украинских властей и обеспечить безопасность дипломатических представительств, как российского, так и всех других, потому что эти подобные рецидивы я не исключаю. Ну и что касается, упомянутого вами, персонажа по фамилии Дыщица, то я вчера все сказал, как мы оцениваем его поведение, мне с ним больше не о чем разговаривать, и общаться я с ним не собираюсь. Я бы хотел, может, два слова прокомментировать тоже относительно ситуации, которая сложилась в последнее время в нашем регионе. И это касается, в первую очередь, нападения на российское посольство в Киеве. Знаете, понятно, что подобное авантюрное провокационное действие заслуживает осуждения. Украинская сторона взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности всех дипломатических учреждений, в том числе и российского дипломатического учреждения в данной стране в соответствии с Венской конвенцией, поэтому эти обязательства должны соблюдаться. Что касается подобного рода оскорбительных, скажем так, действий, заявлений из уст главы дипломатического ведомства, то мы в Беларуси, в принципе, привыкли, белорусская сторона привыкла к тому, что в отношении Беларуси навешиваются зачастую ярлыки искусственные, заказные, ангажированные. Беларусь – это последняя диктатура в Европе. Руководитель нашего государства не раз подвергался оскорбительным заявлениям и со стороны, извините, журналистской братьи, может быть, не здесь присутствующих, но со стороны других журналистов, а и со стороны безответственных политических деятелей. Но одно дело, когда такие оскорбительные заявления в адрес главы другого государства делают безответственные журналисты, безответственные политики, и другое дело, когда это звучит из уст дипломата, руководителя внешнеполитического ведомства. Поэтому, знаете, мы посольство, посольство, внешнеполитические ведомства, руководители внешнеполитических ведомств служат для того, чтобы сближать народы, а не разъединять их. И мы должны руководствоваться именно этим принципом. Поэтому, конечно же, такого рода оскорбительные заявления личностного характера в адрес, тем более, руководителя другого государства, абсолютно неприемлемы. Это наша абсолютно откровенная и искренняя позиция на сей счет. Абсолютно оптимистичное видение. На сей счет сказано уже было много на всех уровнях. Мы исходим из того, что это подписание договора о создании Евразийского экономического союза, это поступательный шаг в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве. И мы рассматриваем это как важное, серьезное мероприятие в рамках дальнейшего укрепления развития интеграционных процессов. Другое дело, что да, мы можем, каждый из участников этого процесса может быть не совсем доволен конечными результатами на данном этапе. Но и мы считаем, что нынешний договор по своему содержанию, по форме, может быть, не совсем соответствует тем целям, которые были продекларированы ранее. Но в любом случае это весьма позитивный шаг и он нацелен на дальнейшее укрепление сотрудничества между тремя государствами. И этот договор устремлен в будущее. То, что не удалось решить на данном этапе в трехсторонном формате, мы абсолютно нормально, в спокойном режиме решили в двухстороннем формате. Это означает, что процесс этот интеграционный движется вперед. И мы говорили очень много на эту тему с Сергеем Викторовичем Лавровым. Мы считаем, что важно сейчас, чтобы наши европейские партнеры не ставили вопрос ребром, вы или участвуете в этом интеграционном процессе в будущем Евразийском экономическом союзе, или же вы отказываетесь от него и участвуете в наших интеграционных процессах, в европейских. Не должно быть наших и ваших. Мы живем на едином пространстве и наша задача сделать так, чтобы мы сотрудничали друг с другом, а не проводили разделительные линии. Поэтому мы считаем, что важно, чтобы в будущем мы развивали интеграционные процессы на постсоветском пространстве, а еще в более отдаленном будущем мы постарались сблизить вот эти два союза, которые существуют на нашем общем евразийском экономическом пространстве. Я хотел бы тоже отметить важное значение, важнейшее значение факта подписания договора о создании Евразийского экономического союза. Как я уже сказал, мы сегодня обсудили те действия, которые требуются от внешнеполитических ведомств для обеспечения своевременного вступления договора в силу. Многосторонний документ, многосторонняя договоренность всегда пакет компромиссов, так было и на этот раз. На этом жизнь не заканчивается. Евразийский экономический союз будет углубляться, развиваться, разрастаться. В ближайшее время ожидается официальное присоединение Армении к этому договору. Впоследствии аналогичный шаг будет предпринят со стороны наших киргизских друзей. И особо важно то, что наш интеграционный процесс, он является процессом открытым для сотрудничества с другими интеграционными объединениями, как сказал Владимир Владимирович Макей, включая Европейский союз. И в наших интересах, в наших общих интересах работать над гармонизацией интеграционных процессов в различных частях Европы и Евразии, в том числе имея в виду цель формирования, постепенного, конечно, но устойчивого формирования единого экономического да и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана. И начиная с переговоров, как наш президент предложил, о создании зоны свободной торговли между Евросоюзом и Таможенным союзом, ну и в перспективе Евразийским экономическим союзом. Мы к этому готовы, мы сегодня говорили об этом и рассчитываем, что наши партнеры в ЕС не будут отгораживаться от реальности, которая сложилась на евразийском пространстве и будут сотрудничать в интересах народов и Евросоюза, и других государств, которые здесь расположены, включая членов Евразийского экономического союза. Спасибо. Спасибо.